Здравствуйте, я Зубов. Сегодня мы поговорим о науке, о науке Казахстана, потому что недавно на днях в Париже ЮНЕСКО представил доклад по науке до 30-го года. У нас в гостях Владимир Осколков, профессор университета Алма-Ю, эксперт ПРООН как раз по человеческому развитию. Владимир Сергеевич, я знаю, что расходы на науку за последние годы выросли на треть. Огромные цифры. В какой ситуации находится сейчас Казахстан? Ну, есть такая аксиома, что если на науку в течение ряда лет тратить менее 1% от ВВП, то ни о каком развитии науки не может быть и речи. Мы сколько тратим? А мы больше 0,3 не тратили никогда. 0,2, 0,1, 0,0 процента. Сейчас 0,28 говорят. Ну, в общем-то, до единицы мы никогда не доходили. То есть о нормальном развитии науки не может быть речи даже по финансам. Я знаю, что Китай тратит, по-моему, 1,9%. А США? США больше 2,8, почти 3% она тратит на науку. Тогда возникает вопрос, может, нам просто не нужна наука? Ну, без науки мы двинуться все равно не будем. Даже если мы не будем развиваться технически, даже если мы не будем развивать там металлургические комплексы какие-то там, компьютерные и так далее, где наука существует, как ее понимают, то развивать-то гуманитарную науку мы можем. Нашу историю, хотя бы историю Казахстана, историю народов, которые проживают сейчас в Казахстане, политологию. Это тоже наука. Она тоже требует каких-то, пусть менее затратных, это не синхрофорозотроны строить и так далее, но это тоже затратные. Сельское хозяйство и так далее. Сельское хозяйство, да. Вопрос, конечно, достаточно глупый, наука нам нужна. Я знаю, что у вас есть цифры, которые красноречиво говорят о том, на каком месте мы находимся в мире, по отчислениям, на НИОКР. Ну, цифры, к сожалению, не совсем свежие. Это, в общем-то, отчет 2013 года. Про ООН, да? Да, про ООН. А когда свежие будут? В декабре будут свежие, но я не думаю, что вот слежу уже ни первый отчет и ни второй, отчеты с 2001 года слежу внимательно, а до этого никак-то вообще с 91-го года отчеты идут. Цифры вот в последнее время принципиально не меняются, то есть вот эти, мы из 69-го перешли вот на 66-е место, но это вот в этой же ракурсе мы находимся. Ну, вот что вы можете как прокомментировать на таблицу? Ну, вот прокомментировать, вот есть графа, да, извините, Казахстан потратил 0-2% от ВВП, и вот больше интересует, а отдача, есть отдача или нет? Графа, патенты выданы резидентами и нерезидентами, и у нас 10,9 на 1 миллион человек. А наши соседи, Тринидад и Табага выше 104, 67, Албания 108, то есть они либо покупают патенты, либо их продают. А есть еще цифра, полученные лицензионные платежи и сборы, то есть то, что наука дает отчет, как отдачу, у нас ноль, у нас ноль. У Сербии 7,8 долларов США на душу населения, у Ливана 1,7, у Перу 0,1, а у нас ноль. То есть фактически наша... Наука не дает отдачи. Да, отдачи, то есть она не зарабатывает. Ну вот я в бытность редактором газеты, который курировал в Министерстве образования науки, занимался немножко этой темой. В год у нас получают патенты порядка 300-350 человек в среднем. За два года не было ни одного изобретения внедрено. То есть патенты выдают, а получается так, что они не нужны народному хозяйству. Ну я... Наука не такая уж единая что-то, целая, да? Наука подразделяет, она есть фундаментальная. Да, я прикладнул тут. Да, вот наука есть прикладная, и есть еще менеджмент от науки, научный менеджмент. Ну то есть на пальцах объяснить, теоретик-физик с карандашом сидит, рисует там какое-то там ядро. Потом физик-техник на каком-то синхрофорезотроне смотрит, есть или нет. А вот менеджер уже смотрит, а куда это применить? На опреснение там, на бомбу, не знаю, на производство как-то нанотехнологии. Это вот три разных вещи. И требовать от теоретика, чтобы он еще и продвигал свою идею, или требовать от техника, ну... То есть от того, что у нас менеджмент как такое существует? Менеджмента у нас научного фактически нету. То есть есть какие-то изобретения. Я знаю, вот у нас в физике там что-то с горением. Есть, есть. Много изобретений и толковых. В медицине очень много, я знаю. Их не продвигают вперед, потому что, ну не знаю, если я написал свою книгу, еще раньше продавали книги. Сами авторы бегали, продавали. Ну и что, я за это время две бы еще написал, может, еще лучше. А получается, я бегу их продаю. Сапоги должен точать сапожник, пироги петь пирожные. Вот у нас менеджмента по продаже наук, по продаже умов нету, поэтому у нас и утекают умы. Утекают. Тут еще есть один такой вопрос. Вопрос публикации научных трудов в мировом сообществе и индекс цитирования. Вот я с удивлением увидел, что Узбекистан, допустим, больше цитируется, чем Казахстан. Как ни странно, хотя в экономическом развитии мы их вроде бы как опережаем. Тут есть еще один вариант, не совсем он, может быть, научный. Хотя не надо Узбекистан принижать, это очень мощная база. Да, у них на 2011 год в четыре раза было больше докторов и кандидатов в наук, чем у нас в Казахстане. Еще не только это, еще то, что когда произошел развал Советского Союза, то предполагалось не нами, а элитой политической, что центром, который свяжет всю Центральную Азию, будет Узбекистан. И вот, если посмотреть, все научные центры ехали сначала в Узбекистан. Организации потом оттуда как-то помаленечку ушли к нам. Мы стали лидерами. Сейчас, бесспорно, Казахстан лидер. Но Узбекистан очень мощная база. Ну, вот у нас сложно опубликоваться где-то в рейтинговом. Ну, я скажу так, я историк, я не знаю техникам, точным наукам, естественным, наверное, попроще. Но историку, особенно если ты занимаешься историей Казахстана или близко, ну, это почти нереально. Почему? Потому что журналов чисто исторических, их там, о них антропология, например, надо написать, надо перевести на английский язык, надо выслать. Если их заинтересует, а процентов 70-80-90, что они не заинтересуются. Если не заинтересуются, то еще будешь переписываться где-то в течение полугода, потому что они будут подводить, как им надо. И потом встать на очередь, ну, в лучшем случае, годик через полтора, через два выйдет эта статья. И то, если она заинтересует, повторяю. Но кому интересно в мире, например, ну, не знаю, нашу эпоска Блонды Батыра, он кому-нибудь в мире интересен, вот так, по большому счету. Поэтому они вот с удовольствием берут вот точные, математика, это с удовольствием возьмутся. Поэтому у нас и, во-первых, даже экономические наши разделы, их не очень интересуют на Западе. А сейчас очень хитро сделано, что для того, чтобы получить следующее, ну, как профессора, например, да, докторов у нас сейчас нету, с 2010 года у нас защиты не происходит. Так вот, для того, чтобы получить звание профессора, нужно, чтобы ты, например, там, в Томпсон Рейдер, американцы, а это они сами для себя создали. В Томпсон Рейдер, они сами себя цитируют. Если ты, хитрая система, ты должен, если ты пишешь в Томпсон Рейдер, ты должен обязательно не менее двух-трех цитат сделать на журналы Томпсон Рейдер. А если они не пишут? Вот у нас был случай, провели неплохое исследование. То есть, если они не пишут о наших проблемах? Да, да. У нас это реальный случай. Да, коллега сделал, провели исследование какое-то про студентов и так далее, социологическое. И решили издаться в японском журнале. Им пришел ответ, мы не можем вас опубликовать, потому как у нас нет специалистов, способных вас прорицензировать. Все. То есть, если я напишу сейчас какую-то работу, которая, может быть, она великолепная для нас, но там они не знают, что с ней делать, а меня не опубликуют там, я не пробьюсь, ну, как по лестнице здесь. Вот такой вот замкнутый круг. Особенно это будет касаться, говорю, гуманитарных наук. Экономика, там история, может быть, филология. Я не думаю, что очень тоже на Западе интересуются какими-то глаголами казахского языка, например, какими-то числительными, да, что для нас может быть важно, для нашего государства. А им это, может быть, и... Может, надо создать какой-то, я не знаю, евразийский журнал научный? Можно, можно базу цитируемости свою. Да. Вот, но это надо делать, это тоже надо вкладывать деньги, тоже надо вкладывать средства и признавать ее. То есть, это должно быть признание официальное. Пока официально, правильно, вот Скопус, Томпсон Рейдер, ну, там еще, они сейчас что-то объединяются. Но вот к нам очень тяжело в этом отношении.